Приветствую вас! Вы знаете, увидел вашу тему, решил в ней ответить. У меня есть одно правило, к которому я стараюсь следовать в своей работе, а я именно работаю. Я не веду дискуссии, я не спорю с клиентами, я именно работаю с их запросами, как правило. Поэтому я вам скажу так, что на мой взгляд, ваша тема это такой способ, не знаю, получить внимание, которого вам, может быть, не хватает. Это такой способ получить какие-то советы, рекомендации, поспорить, оставить свое мнение. Вопрос в том, насколько вы готовы меняться, на самом деле. Вот, вы пишете, в сегодняшней нашей жизни быть, а точнее деньги, нас все ставят на колени. Да, если деньги, то ставят во главу угла. Если деньги, это, если деньги считать самым важным. Но, я уверен, что прожить минимально, прожить минимально на одного человека, реально практически каждому. То есть каждый может обеспечить себя минимально. Это стоит не так много денег. А дальше? Дальше же все зависит от желания и от потребностей. Но деньги ставят на колени только тех, кто от них зависит. И вот такая вот простая философия. Вы обмолвились, что у вас есть жена, наверное, у вас есть и ребенок. И возникает вопрос, а для чего с такой позиции вы заводили детей, для чего вы с такой позиции женились, если деньги ставят вас на колени? Ведь на работу выходите, чтобы обеспечить повышается семью. Но ведь никто вас семью заводить не заставлял. Родители способны, опять же, по минимуму обеспечить сам себя. Нам навязывают культ денег? Возможно. Но принимать этот культ или нет, решат вам. Вы пишете, думаю, 80% людей живет в режиме нехватки денег только потому, что они хотят большего. А вот это желание большего ничем не обеспечивается. Ничем. Деньги сегодня значимая цена. Ну, деньги всегда были средством для существования. И весь вопрос в том, как к этому относиться. Из-за этого эти 80% людей, и я в том числе, вынуждены делать дискомфортные, неприятные для себя вещи для заработка денег, сходить на работу или изобретать и делать разные действия, чтобы заработать не только для себя. То есть вы сознательно выбираете нелюбимую работу. Вы сознательно выбираете ту работу, которая более высокооплачиваемая. Вы плачете цену за получение денег. То есть вы выбираете деньги, а не дело своей жизни, которое, конечно, менее оплачиваемое. И эту цену не готовы платить. То есть вы ее платите, но платите как бы неохотно. Игнорируя свой выбор. На мой взгляд, это выглядит, ну, мягко говоря, не совсем серьезно, что ли. На мой взгляд, это выглядит как-то, знаете, по-детски. Вообще есть ощущение, у меня есть такое ощущение, что вы совсем потеряли ребенка внутри себя. Есть ощущение, что вы живете либо в позиции холодного безэмоционального взрослого, либо в позиции родителя, который осуждают, оценивают и так далее. Который, условно говоря, мыслит догмами. Который не видит мир в его полимерности. Который видит мир только в черном и белом, с правильным и неправильным. Я бы здесь, на самом деле, с чувствами, да, поработал бы. Дальше, значит, то есть вот вы пишете, да, значит, делать дискомфортные и неприятные для себя вещи для заработка денег. Ну а почему дискомфортные и неприятные? Это вопрос отношений. Есть, вот, в логотерапии, в экзистенциальной психологии есть такое понятие, как переживание отношений. И если человек понимает, что он действительно вынужден что-то делать, он просто меняет отношения. С неприятного на приятного, что равно сделать ничего нельзя. Это как, знаете, как смертельно больной человек, у него есть выбор. Либо он печалится и устраивает трагедию, либо он старается выйти по максимуму из своей ситуации. И становится героем. Так и раздаются герои. Герои это герои, это люди отношений. То есть, если люди действительно вынуждены ходить на нелюбимую работу в силу ряда причин, такое бывает, то они могут поменять свое отношение к этому. И в этом психолог может помочь, если клиент хочет. Дальше. Переживать из-за этого. Опять же, переживать из-за того, что от тебя не зависит, это вопрос выбора. Это вопрос выбора человека. Невозможность, вопрос невозможности, нежелание компенсировать, снять переживание. Мой вопрос, пишите вы, как сравнить страдания от ходить на нелюбимую работу, то есть страдания от социальной трудности или, например, страдания от детской семейной травмы. Как вам сказать, далеко не всегда наличие семейной травмы определяет страдания от ходить на нелюбимую работу. То есть с одной и другим не связано. Конечно, гораздо чаще корреляция возникает между этими двумя аспектами, в частности, между вторым и первым аспектом, как общая и частная. Но эти вещи могут быть между собой и не связаны. То есть страдания от хождения на нелюбимую работу могут не означать, что у вас были, например, страдания от семейной травмы. И вы пишете, какой смысл лечить травмы психики в детстве, если текущая бытовая ситуация наносит травмы более сильные и заставляет человека жить в стрессе и идти против себя. Ну, никто никогда не заставит человека идти против себя. Потому что я еще раз повторяю, изменить отношения можно всегда и в жизни. Если ситуацию изменить можно далеко не всегда, то изменить отношения можно всегда. Другое дело, хотите вы этого или нет. Вот судя по вам, не так сильно в это ходите. Вы, может быть, хотите, но как бы обесцениваете данный аспект. Так что если у человека актуально именно то, что у него есть травмы, так сказать, настоящего времени, то задача психолога помочь человеку изменить отношения к этому так, чтобы это было максимально безболезненно для человека. Так что человек не, в принципе, не излечен психологически, а наоборот, в принципе, всегда излечен психологически. Вопрос только в том, на каком уровне это происходит. Едем дальше. Вы здесь пишите, может быть, у меня правильные шаблоны поведения. Нет правильных и неправильных шаблонов поведения досуг. Есть на самом деле только те, которые полезны и не полезны вам. И вопрос заключается в том, что когда-то вы начали себя предавать ради чего-то, занимаясь тем, что вам не нравится, и это продолжается по сей день. Дальше. Я говорю о том, что завтра понедельник, надо идти на работу, это нежелание туда идти. Может быть, намного больнее, чем какая-то детская травма, которая уже стала частью меня, моего характера, а психолог будет ее разбирать, находить. Ну, я не думаю, что профессиональный психолог будет работать с тем, что не хочется разбирать человеку, если честно. То есть, я думаю, что психолог, если он уважает себя и клиента, будет работать с тем, что волнует именно клиента, а не, понимаете, как бы, то, что он сам хочет разбирать. Этим и отличается контрперенос от, собственно, реальной психотерапии. Так, едем дальше. Так, вы пишете, так, значит, психолог объяснила, что я неправильно живу, я типа был с ней согласен в тот момент, сейчас я живу правильно, но без квартиры, объективно, мое счастье не выросло, не хочется больше экспериментов. Басок. Я же так повторю, правильно или неправильно, это принципиально неверные, деструктивные, я бы даже сказал, категории данного обсуждения. Скажем так. Так. Дальше. Вы пишите, я следую на то, что 90% намерений в работе психолога сводится к подработке травм-терапии, чтобы меньше приводить клиента. Ну, опять же, всегда вы как-то, знаете, всех психологов под одну гребенку гребете, вот. Поэтому я здесь категорически не согласен. Есть глубинные психологи, есть психологи поведения, есть психологи клиент-центрированные, и разные школы работают по-разному с разными проблемами. Поэтому, если вам попадались глубинные психологи, психоаналитики, то это одно, а если вы никогда не работали с клиент-центрированным психологом, с когнитивно-поведенческим психологом, то это уже как бы совсем другая история. Но, абсолютно, неоправданно говорить, что 90% намерений в работе психолога сводится к подработке травм-терапии. То есть, вы что, статистику вели, странно. Жизненные трудности, текущие, поражают ежедневное такое количество стресса, что психолог нужен, который учил бы что ли как жить сейчас, а не с детства по принципу. Гестальтерапия, кстати, гестальтерапия тоже пройдет в этом направлении умение жить здесь и сейчас. То есть, ваш запрос, в принципе, более чем понятен, вам просто нужен не глубинный психолог, а, так сказать, более приближенный к реальной, ну, к реальной жизни. Что важнее, травмы те старые или те бытовые трудности, что есть сейчас? Ну, смотрите, бывает по-разному. Бывает такая история, что в жизни человека вроде бы ничего страшного не происходит, ну, то есть, вот, объективно, но при этом он страдает. В этом случае, скорее всего, имеют место быть именно те самые переживания в прошлом. Так что это, так называемый, аффективный след. Если же человек в текущий момент испытывает стресс, сильный стресс от того, что происходит здесь и сейчас, то прорабатывать старые травмы не имеет смысла до тех пор, пока не будет снят стресс в настоящем времени. Потому что он блокирует, так сказать, подход к тому, что было раньше. Вот такая история. С другой стороны, все очень индивидуально и неизвестно, к чему придет сам клиент. Дальше. Например, вы, мой клиент, говорите мне плохо. Я понимаю, что вам плохо, потому что не можете удовлетворить свои потребности. Взял, потому что вам устроится наработка, где вы стали больше зарабатывать без страха. Проблемы удовлетворены без страха. Простите, не хватает. Зачем лезть в прошлое? Ну, досуг, это вы вообще говорите какие-то очень странные вещи. Понимаете, не может клиенту быть плохо от того, что он не может удовлетворить свои потребности, кроме базов. То есть клиенту может быть плохо, если, например, он голодает, если он, например, страдает от холода, от жажды, от болезней. В этом случае, да. Если эти потребности удовлетворены, если у клиента есть еда, если у клиента есть одежда, если клиент живет в нормальных санитарных эпидемиологических условиях, то извините, делать здесь не в том, что он зарабатывает, а в обеспечении своих потребностей. Здесь вы занимаетесь, извините, судя по всему, демагогией. По крайней мере, вот здесь, в этом смысле, это просто игра слов. Далеко не все проблемы решают деньги. Опять же. Дальше. Так, семейные травмы. Так, или приведите к примеру настоящих проблем. Так, в жизни инструкции нет. Есть субъективные ощущения, которые часто противоречат здравому смыслу. Вернее, потому что мы привыкли считать здравым смыслом. Субъективные ощущения чего? Жизни инструкции нет. Да, ее нет. И это нормально абсолютно. Считаю, что психолог доктор души, но не доктор логики жизни, ее коммерческой составляющей. Деньги у меня зарабатывать не научат. Ну, опять же, это дай со психологом. То есть, на самом деле, специализация у психолога очень разная. Я, например, деньги вас зарабатывать научить могу. Тем же, если вы лучше будете, допустим, понимать, к примеру, лучше себя самого. Вот. То есть, это так, просто, ну, к слову, как бы. Опять же, доктор, это вообще неправильно. Неправильное понятие, по крайней мере, в российских реалиях, потому что психолог это, ну, это консультант в первую очередь. То есть, человек, который помогает людям разобраться в своих проблемах. Вот. Я не думаю, что доктора называть здесь было бы уместно. То есть, вы как-то, ну, здесь от крайности в крайность перебегают. Далее. Значит, я это называю деньги на колене. Ты же хочешь, потому что должен. Нет. Вот, например, как мой Альберт Элис с очень хорошо раскрывает эту тему должномании. Можете прочитать в интернете. Должен выглядеть в глазах членов детей? Да нет, не должен. Должен помогать маме? Нет, не должен. Должен оплачивать за обязательные расходы. Обязательные расходы, да, должны. Это ваша обязанность перед государством. Здесь можно затрагивать на такую сторону, как государственные строя. Не думаю, что здесь это имеет смысл абсолютно. Другое дело, что обязательные расходы, все расходы, которые, по идее, вы сами хотите это делать. Вот. А по поводу всего остального, нет, не должны. Я думаю, сейчас каков мой жизненный проект. Какие у меня сильные стороны от природы. Мне не очень нравится идея жизненного проекта, если честно. Мне скорее нравится идея ценностей. То есть вы живете для того, чтобы предварять в жизни свои, собственно говоря, ценности. Вот от того, какие у вас ценности, и зависит вектор вашей жизни. Не важно, на самом деле, чем вы при этом занимаетесь. Другое дело, если ценности у вас беда, то и тревожность повышается в разы. И повышается она далеко не из-за отсутствия или наличия денег. Так. Эти стороны не оплачиваются сегодня в социуме. Возможно, они не оплачиваются сегодня в социуме, но вы можете найти им применение. И опять же, сильные стороны, ваши сильные стороны от природы, это всего лишь средства. Но именно ценности направляют эти самые средства, реализуют их. Дальше, я вынужден 20 лет работать руководителем. Опять же, почему вынужден? Вы выбрали эту профессию, вас никто не заставлял, когда вы шли в университет, например, учиться. Если заставляли, то да, это, как бы, серьезно. И с этим можно работать. Можно работать для того, чтобы освободиться от этой должномании постепенно. Не сказать, что это быстрый процесс, но можно. Дальше. Так. Нести ответственно за чрезвычайные деньги, напрягать людей, быть в иерархии сам, нести, это очень нравится. Зачем тогда пошли работать-то? Непонятно. Нравится, но 100 тысяч долларов в месяц, закрывая рот, я улыбаюсь и говорю, я не очень понял, что вы имеете в виду. Так 20 лет, вот нет травм. Да, возможно, но с этим нужно работать. И в первую очередь работать, почему вы пошли на нелюбимую работу. Техолог будет разбирать, почему я хожу на нелюбимую работу. Да, это не глупо разбирать. Это не глупо разбирать. Добывать деньги можно по-разному. Понимаете, когда вы говорите глупо, вы вступаете в родительскую позицию. Вы вступаете в родительскую позицию. Если вы обращаетесь к специалисту, которым является психолог, то каждый специалист работает в своем направлении и ищет проблему там, где она, по мнению той сферы, в которой человек является специалистом и располагается. Немного странно, что вы обращаетесь к психологу, но вместе с тем игнорируете психологические же аспекты проблемы. То есть здесь момент И, почему вы ходите на нелюбимую работу и как, ходя на нелюбимую работу, если сейчас возможности ее изменить нет, получать максимальное наслаждение от жизни. Это тоже возможно сделать. Дальше. Добыча денег как бой. Ну вы знаете, есть такой психологический драйвер, который называется «Жить тяжело». Можете почитать об этом в интернете, информация там есть. То есть это драйвер, психологический драйвер, так называемая установка, которая так и гласит «Жить тяжело». Он научается родителями, вот, и, соответственно, корректируется в транзактном анализе, например. Дальше. Психолог на себя ответственность не берет официально, ну почему-то. Психолог берет ответственность для того, чтобы приложиться в силе, для того, чтобы разрешить помочь, разрешить проблемы своего клиента в рамках той школы психологии, в которой психолог работает. Вот и все. Тут, опять же, вы сами говорите, что за всех психологов не расписывайтесь, но сами же берете ответственность на всех психологов. Все его контрпереносы, и что он, сам не понимая навешивать из своего чемоданчика прошлого, клиента понять не может. А откуда такое статическое отношение к психологам? Психолог может отразить, например, мой курс в обществе с его нормами, и я буду демоном. Да нет, ни один психолог вас демоном не назовет. Ни один уважающий себя психолог не будет вас, в принципе, оценивать. Вот. Понимаете? Вот. Дальше. После беседы с психологом я могу представить себя уважать. Нет. Возможно, у вас после беседы с психологом откроются глаза на какие-то вещи. Возможно, предыдущие ценности станут вам не так важны. Но этот кризис, опять же, можно преодолеть вместе с психологом, если вы ему доверяете. Ведь для работы с психологом нужно, в первую очередь, именно доверие. Дальше. Значит так. Хотя вроде как психолог не разбирает, но как понять, что он делает правильно, что он умнеет тебя? А никак. Просто вы, как бы, вы хотите сделать психолога кем-то, кто изначально либо выше, либо ниже вас. Но он ровно. Он просто беседует с вами. Он просто работает с вами. Сотрудничает. Он не умнее и не глупее вас. Он не хуже и не лучше вас. Просто в чем-то он разбирается лучше, чем вы. И может дать вам более адекватную обратную связь, чем другие люди. Вот и все. И дело не в том, что он делает правильно, это оценка. Дело не в том, что он умнее, это тоже оценка. Оценочное сочтение никому хорошего еще ничего не дало. Дальше. Мешает ли вам детская травма решать вам? Психолог может высказать свое мнение. Нет. Психолог может дать свое профессиональное заключение, основываясь на профессиональных, опять же, знаниях. Вот свое мнение. Психолог и начальник клиента авторитетна авторитетная фигура. Соответственно, мнение авторитета наше влияет на клиента. Так, я так понимаю, что здесь вы цитируете, вот, немножко криво. Еще раз повторяю. Как бы психолог может высказать мнение, как правило, только если есть прямая просьба. Своим не извините, конечно, но, опять же, все зависит от школы психологов. Школы психологов, в которой он работает. Так, страдает ли вы, хотя на работу, думая об этом, что ходит по принуждению? Ну, такая вопрос, почему, почему по принуждению это, понимаете, в какой момент? То есть, люди сами, получается, себя обрекают на принуждение. Так, почему бы и нет? Вот, значит, ну, по поводу, так, значит, тут понятно. Так, значит, дальше. Радует, значит, только психологу не надо. Да нет, надо вам, психологу, да, сука, надо, надо, надо поработать, надо. Так, я люблю во власть вопросов задавать, ну, опять же, это другой совсем вопрос. Так, они тоже, потому что никто, на самом деле, не знает, как лучше, где-то кнопка, где-то кнопка, какая кнопка, о чем вы говорите. То есть, я для себя начал ответ, не занимаюсь, но вижу в этом выход, но вижу в этом выход, не занимаетесь в чем, в чем вы не видите выход. Это умение успокоить ум между нами медитацией, спортировать вещи к работе о здоровье, но лениться и этого не делают. Это может быть запросом психологу? Да, может быть запросом психологу в контексте мотивации. Вот, вот я думаю, что никто ничего не знает, терапевт не знает. Да нет, почему, многие люди знают определенные вещи, психологи, это такие люди, которые изучают, которые, ну, соответственно, имеют подготовку, имеют опыт, так что здесь странно, на самом деле. То есть, терапию никто не навязывает, у вас есть проблемы, и эти проблемы нужно решать, вопросом, хотите вы этого или нет. Ага, так, дальше. Травмированный и прагматичный мозг руководителя, так плотно вроде, за период 20-летней карьеры, фоновому, постоянному страданию от разных проявлений вызовов в жизни, чтобы страдания, это уже и не жизнь. Другими словами, я не верю в нечение тревожности моей. Ну, так... Вот и все, вам нравится страдать, значит, вы получаете какую-то от этого вторичную выгоду. Вот вам, собственно, досуг и ответ. Вы жертва из треугольника Карпмана. Да? Это неприятно, но это так. Дальше, значит, психолог начнёт, так мой опыт говорит, психолог начнёт задавать вопросы. Ещё раз повторяю досуг, вы работаете с психологами разных школ, и от школы зависит, какие вопросы начнёт задавать психолог. Так что, пожалуйста, не нужно всех специалистов грести под одну гребёнку. Я вас очень прошу. Так, значит, в любом случае, я так рассуждаю, потому что мой опыт был такой. Так ваш опыт, это ничего, это ещё ничего не значит. Специалистов много. Почему вы решили, что ваш опыт – это истина? Большой вопрос. При том, что сами же вы говорите, что никто ничего не знает. Ну и дальше вы начинаете. Так. Остальное было уже бизнес-коучер, тогда он просто отталкивался, тогда он просто отталкивался, что есть, вечер в ресурсе. Мой первый руководитель мне говорил, бизнес, бизнес – это боевой корабль, и подсочерим на нём не место. А кому место, ради кого бизнес, я не понял. Я вот это усвоил, тогда все время не было. Тренинги, те, которые считались лучшими по бизнесу, учили женщину. А женщина – секс ослабляет мужчину, и это происходит, что у вас есть жена. Да. Кто-то у него появился, женщина уже проиграла. Ну, так вы и проиграли, получается, все освещено. Потому что думает о ней, а не о бизнесе. А что плохого в том, чтобы думать и о ней, и о бизнесе. Может быть, если мужчина думает о женщине и о бизнесе, и у него не получается думать о том и о другом, то, может быть, ему просто бизнес не подходит. Ведь женщины есть у каждого, а бизнес – не у всех. Это пример людей, которые просто не лезут и просто проводят тест Томаса Киллмана, изменяют свою конкуренцию, объясняют, что тебя задоптят или беги быстрее. Люди в детство не лезут. Слушайте, ну, такое ощущение, что для вас в детстве очень больная цена. Но этих людей, терапевтов, я не знаю. Да нет, я всё равно повторяю. Есть разные школы психотерапии. То, что вы не знаете, это не значит, что этого нет. Досуг. Я пришел в последние годы к тому, что никого не случится, просто живи своей головой, это хорошо помогает. Окей, если вы пришли к этому выводу, зачем вы тогда написали здесь к нам. Вот. Психолог, он не принимает решение, не подтолкивает и не лезет. Все ответственно на клиенте. А вы считаете, что должно быть по-другому? Вы считаете, что клиент не способен нести ответственность за себя или как? Или вы хотите, чтобы психолог не был ответственность, чтобы в случае неудачи обвинить его? Для того, чтобы менять, хотел бы понимать исходную точку А своего состояния и плановую точку Б своего состояния, куда прийти. Согласен? Согласен. Точка А это, как правило, отношение к какому-либо событию. Точка Б это то, как вы хотите видеть себя в идеале. Я не уверен, что вы понимаете точку А. И я не уверен, что в точку Б вы идете с теми средствами, которые принесут вам удовлетворение. Если вы думаете, что это никак не изменит, я опять же не очень понимаю досуг, для чего вы задали вопрос. Тогда начали эту тему. Дальше. Так, вот я в этом. Содержать удары, быть сильными, вот и настоящие трудности и страдания, а не без каких травм. Ну, по сути, вы просто здесь выбираете людей, которые как бы разделяют ваше мнение и все. То есть, вы всегда пришли не за ответом, а за, не знаю, может быть, за поддержкой, что ли. То есть, у меня опять же, в короткий вопрос. Кому адресован ваш текст? Вы вроде как на сайте психологов. Спрашиваете у психологов. Странно. Дальше. Дальше. Так. Я не знаю, из чего я хотел. Сказал бы, ничего не хотел. Потому что вы подавляете свое детское эго-состояние. Опять же, про эго-состояние можете почитать в интернете. Дальше. Побед в делах. Побед хочу в делах. Победа, это на самом деле результат. Но результат всегда конечен. Нужно что-то больше, чем результат. Совершенно очевидно. Потому что дела по заработку денег, это и есть я. Ну, человек гораздо больше, чем дело по заработку денег. Очень жаль, что вы только в этом себя видите. Кстати, это тоже можно изменить. Загнать баспорт. Нет, отдыхать я не умею. Вот пускай они хожу, если бывают за чешные выходные. Если живут дома, вы знаете, с перспективой поиска рабочей информации, чего-то аналогичного. Что? Учиться отдыхать, учиться организовывать свой досуг, это еще одно важное направление психотерапии. И оно не связано с прошлым никак. Должен настолько, что уважаю других, получаю удовольствие, но не от уважения себя. И от должной мании тоже можно помочь вам освободиться. Потому что вы себя, по сути дела, растворили и потеряли. Вот. Дальше. Из меня был бы хороший учитель. Финалит тренер чего-либо. Нашданик, возможно, решал о сложных ситуациях. Бизнес-финалитик. Мне точно не нравится. Ругать, кричать, командовать, следить за братством. Подстраиваться с тем, что меня не согласен. Ну, последнее разве, что я мог бы выделить, сказав, что гибкость желательно развиваться. Вот. Гибкость можно и нужно развивать на самом деле. Так. Эммм. Дальше. Так. Дальше вы пишете, я не знаю, какой я, мне кажется, какой я сейчас. Есть, такой уже и есть, как в анекдоте про Рижего Клоуна. Так, а вы хотите меняться или нет? Я сейчас не понял. Если вы не хотите меняться, в чём запрос тогда к психологу? То есть, для чего вообще вы спрашиваете, для чего вообще пишете тогда? То есть, я не очень понимаю, если честно. Вот. Эмм. Так. Психолог, правда, не бизнесмен. Так, это дорого. Часто выпьет цены на драка. Ну, вот опять какая-то статистика у вас, какой-то собирательный образ. При том, что вы сами говорите, что вы под одну гребенку всех не гребёте. Противоречивая здесь. Эм. Так. Значит, психолог и душа. Давайте заменим на психолог это зеркало жизненной ситуации. Нельзя психолог сорвать эту метафлю. Опять же, вот так моя женщина, что вы какие-то статистики у психологов выделите. Что значит психолог это зеркало жизненной ситуации? Нет. Психолог это зеркало человека, зеркало клиента. Вот и всё. Как бы. Опять же, разные школы продвигают разные модели психотерапии. Так. Детская травма это такой интроэкт, который не разделить от меня сейчас. Сейчас. Нет. Детская травма это не интроэкт. Детская травма далеко не всегда интроэкт. Детская травма это разрыв, критический разрыв, причина следственных связей и восприятие окружающего человека. Вот. Так что интроэкт 36. Расстрелять это будет травма для бизнеса и всех, кто от этого завязан, включая стены в семье. Поэтому не судяно, погибаю во блага остальных, хотя может я не гибну. Понятно, ну я или нет. Ну эти, да суг? Ну эти, потому что вы ведете себя. Я сейчас еще раз повторю, как жертва. Вот. То есть. Вы примите решение. Вы либо остаетесь таким, либо вы хотите меняться. Если вы хотите меняться, то выбираете себе специалиста, чтобы с ним вместе начать менять. А то получается много воды и ни о чем. Так. Значит, дальше. Так. Радость. Так. Это работает разными стороны. Так. С мозгом. Так. Опять поддерживаете. Так. Кстати, что бедность передается по наследству, не могу согласиться. Это только психоаналитики, наверное, поддержат такой взгляд. Аааа. Только с тебя, с кисленой половины у меня три работы. Ну так, понимаете, есть опять же, такая, такой, такая модель жизненного сценария, как называется моточка Хаббар. То вы почитаете про эту модель. Я полагаю, что понятнее будет вам. Вот. Потому что с работы вы на себя взвалили слишком много вопросов. Опять же, почему? Потому что вы бежите от себя, от своих чувств. Вот. То есть там где-то, конечно, есть принуждение. Сейчас, на данный момент, есть объективное принуждение. Но начать работать с этим объективным принуждением и, возможно, освободить немножечко себя, вы могли бы познакомиться с собой несколько лучше. Ммм. Так. Такие игры связаны с детскими. Так. У меня нет особых комплексов. Вы этого знать не можете. Ааа. Ко мне надо применять, не знаю, какие меры. Я думаю, что меры клиент-центрированной терапии вполне подойдут. Вернее, знаю, но не хочу. А если не хотите, что вы тогда здесь делаете? Что вы здесь делаете, я не понимаю. Угу. То есть. По сути, это опять же просто отговорки. Например, я уехал бы в Индии в монастырь, года на три. Ну, могу это сделать извержение. Опять позиция жертвы. Опять позиция жертвы. Опять позиция жертвы. Как понять по отношению к себе, если здесь слово возможно? Как повысить точность внимания? Эх. Вы ищите быстрых решений. Быстрые решения, это не ваши собственные решения. Это все те же самые интроэкции. Вот. Эм. Дальше. Тогда должен быть грамотный психотерапевт, который конструктивный. Что вы понимаете под конструктивным? Эм. Мог бы объяснить, что мы делаем, куда идем и что хотим получить. А почему вам психотерапевт должен объяснять, должен объяснять, что мы делаем и куда идем и что хотим получить? Если вы имеете ввиду про терапию, да, психотерапевт конструктивно может и должен объяснить, что мы делаем и как мы делаем. Но куда идем и что хотим получить, это решаете вы. Это ваш запрос. Это то, что вас беспокоит. Вот. Понимаете? Кстати говоря, ветку создали вы сами. Вот. Эм. Эм. Так. Именно так и делаю. Слишком предсчитал так. Делаю так, говорим на языке, психология это может интерпретироваться, как взорвать стрессы, которые копятся. Слушайте, ну, судя по тому, что вы описываете, уж вы не изменили отношение к себе, так что извините. Извините. Вот. Эм. Эм. Не могу здесь с вами. Эм. Согласиться. Эм. Эм. Дальше. Ну, опять вы говорите, что не хотите. Эм. Эм. Чего-либо объяснять. Эм. Так. Мне сложно объяснить, это объяснить гражданскому человеку. У вас глава мира, а у меня стреляют. Я буду отвлекаться на слабость и жалеть тебя, то меня убьют. Это конкуренты. А нравится ли вам быть в таком состоянии? Эм. Состояние. Эм. 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 Ну. Состояние конкуренции. Эм. Эм. Если да, это один момент. Если нет, то это момент другой. Но тогда я вижу, что вы противоставляете. С чего вы взяли, например, что у вас только в голове стреляют? С чего вы взяли, что у меня, например, в голове мир? Откуда вы можете знать, что в голове? Эм. Что в голове у другого человека? И если он вас не понимает, то это не потому, что у него мир. То есть вы, опять же, видите, здесь вы заставляете себя, эм. Ну. Жертвой. Как бы. Эм. Дальше. Не сложно в это поверить, или эта работа, с моим пониманием, это не делается социально слаб. Так. Как вариант, человек находит работу, с которой становится любимым, необходимо отходить, сходить на нее, переставить его травмировать. Это не понравится, это реальный опыт. Эм. Или это, по моему пониманию, человек социально слаб, не адаптирован, боится там чего-то. И вот ему помогло, он отрос там в какую-то фирму перестал, там бояться выступать перед людьми. Таким людям надо помогать. На случай, если нет веры в какую-то помощь психологическую. досуг. Для чего вы здесь тогда? Для чего вы задаете вопрос к психологам? Это вам не всегда психологическая помощь. Для чего вы столько времени потратили на, как бы, работу с психологом? Почему вы решили, что любимая работа – это слабость? Почему? Вы понимаете, вот, в вашей установке, что любое чувство – это слабость? Это я ещё раз повторяю. Кукомп, психологический драйвер, терпи, жизнь тяжела. Просто вот пропишите в интернете психологический драйвер и посмотрите. Я уверен, что вы какие-то вещи для себя найдёте полезные. Вот. Значит, куда нам скину я готов, всё равно больно, когда они приходят. и будет больно, потому что боль, с одной стороны, это нормальные условия для развития. Вот. Значит, так. Вот была хорошая терапия. Так. По отношению к себе сносите понятие только вы через механизмы своего внутреннего опыта. тогда число понимания психолог. Нет, я бы не сгадал, что ваш уровень зрелости помогает принимать наиболее точные решения, потому что вы несчастный. А психолог помогает именно в обратной связи и силой своей личности. Помогает понять лучше вам самого себя. Вот. Так. Значит. В какой-то момент результат мне нужно психологическое образование для того, значит, чтобы вести бизнес, чтобы стать бизнес-тренером. Больших учиться, а там психологи, которые заманивают на терапии, меня заманили в этот образ. Но, как следствие, да, негатив, мой тот психолог сказал, обеспечивал процессы, не закончив терапию. Ну, я опять же думаю, что вряд ли заманивание происходит от профессионализма. То есть, опять же, точно нужно исследовать, с чем было заманивание и какая цель, помимо денег. В-вторых, помогла ли вам эта терапия. В-третьих, почему негатив от того психолога вы переносите на всех других людей. Дальше. Так. Ага. Молодец. Осознание не решает вопрос. Да, потому что нужно работать именно с чувствами. Обычно принимаю решение глупо, доверчиво от этого потом часто страдаю. Понимаете, глупо это оценка, доверчиво это совсем другое. С психологами так не хочу, не хочу разговоров ни о чем, не хочу говорить ни о чем, не хочу говорить ни о чем. От чего вы хотите? В терапии часто умняк, у девочек слезы. Не очень понял это предложение. А, не хочу этого. Хочу такой, как бы интеллектуальной игры со своими болячками. Пощупать их, как бы поиграться, поиграть с психологом в перенос. Игры хочется. Слушайте, ну игра, это вообще не решение проблемы. Вам хочется подчеркивать острых ощущений. Я думаю, что любой интеллектуально развитый психолог, как бы, может вам это устроить, но проблему это не решить. Мне очень хочется ошибиться, про деньги зарабатывать не научить. Я, конечно, допускаю, что могу ошибаться, но 19% думаю не научить. Если вы сами хотите научиться, то научим, потому что сюда можно взять что-то новое. Если научите, то готов вступить в диалог, не в терапию, с запросом, когда наработать деньги. А психологи с клиентами в диалоге, опять же, не вступают, это терапия. Так, значит, так, 20 тысяч в рублях, это выживание, нечета, безысходность. Так, ну здесь идет, здесь идет оценка денег. Так, 90% собеседников-психологов, так или иначе, зарабатывают в терапию, не так из реальной, как из желания, работать на энергии. Опять же, почему 90% собеседников-психологов? В какой школе эти психологи, например, клиент-центрированные психологи, никогда не будут стараться затянуть терапию, никогда. Вы статистику ввели, что говорите 90% или что? Так, значит, так, вы считаете, что у вас свой бизнес... Так, как я из-за этого пошел на психологу и работал в этом направлении? Психологи мне сменили приоритет, заигрался на трудном психологу, зарабатывал больше в другой эпостасии, значит, так. Не реализовался, да, меняют возрастные ценности, перестаю профессионально, появляют свое верное мнение, дает себе откуда значит ваше мнение верное. Так, дальше. Так, каким-нибудь, наверное, это выжимает. Так, ну, в принципе, я думаю, что основные вещи, значит, я вам рассказал. Ну, мне бы хотелось только вот тут вот спрашивать, как терапия влияет на деньги. А так, что клиент ценит то время, которое он покупает для себя. Вот. Так, ну, про классическую работу психологов это можно обсуждать. Это для всех индивидуально на самом деле. Вот. Далее. Это в теории, которая научит, на практике, это оголение проблемных зон, отсюда неверное вследствие от терапии и какое будет исходное изведение. Почему? Если психолог профессиональный, то исход всегда будет позитивный. Но, кстати, никто не страхован от ошибок. Если вы не признаете это в людях, то у вас какие-то искаженные представления об этих самых людях. В целом, я надеюсь, что мои мысли и обратная связь с вашей проблемой вам не сна. Надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok